Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Институт развития интернета выступил с таким предложением, которое для кого-то может показаться неожиданным, а для кого-то давно ожидаемым. Они предложили ввести в школьную программу обучение компьютерным играм. Либо в форме постоянного урока, либо в форме факультатив, но тем не менее ввести все-таки. К компьютерным играм конкретно это всевозможные стрелялки и прочие игры, которые формируют стратегическое мышление и так далее. Они аргументируют тем, что это очень популярно, это очень сейчас входит вообще в большой тренд. И немалая часть людей вообще называют это спортом, киберспортом. Это телезрители для тех, я вам рассказываю, кто, скажем так, не в курсе. Более того, это превратили в солидную профессию, на которой можно сделать большие деньги. Да, да, проводят соревнования, там большие призовые назначаются, и очень хорошие деньги люди могут зарабатывать. Причем, знаете, это может быть какой-то либо школьник, либо студент, там, 22 лет, который может зарабатывать хорошие деньги. И, соответственно, и говорят инициаторы, что это модно, молодежь этим сильно увлекается. Плюс, говорят, среди аргументов, что это еще и развивающие игры. Так это или нет, стоит ли это вводить, куда самое главное вставить эти факультативы. Об этом мы сегодня и поговорим. У нас сегодня в гостях и педагоги, и те, кто являются апологетами развития этого направления в нашем регионе. Хочу представить, это Ирина Владимировна Терякова. Это директор средней школы номер 4 города Тверь, а также еще и депутат нашей городской думы. Добрый день, Владимир Владимировна. Это ее заместитель Светлана Леонидовна Митрякина. Светлана Леонидовна, это замдиректора, а что самое важное в нашем разговоре, учитель математики и информатики. Добрый день. И, господа молодежь, которые как раз продвигают это направление, развиваются, самое главное, исследуют самое, что главное, это направление в нашем регионе. Это Владимир Викулов. Исследуйте, Владимир, добрый день. Его супруга Анастасия Викулова, она руководитель нового проекта Electronic Sports Journalism. Попросту говоря, переводить с английского. Анастасия считает, что нужно еще и учить журналистов, готовить, чтобы люди профессионально и компетентно рассказывали о таком явлении, как киберспорт. Анастасия, добрый день. Добрый день. Дорогие телезрители, а вы можете задавать свои вопросы по телефону 3190. Сами вы играете в компьютерные игры. Ваш брат, сват, сын и так далее играют. Что вы думаете по этому поводу? Ваши дети ходят в школу, вы сами ходите в школу. И, соответственно, за и против высказывать свое мнение по телефону 3190. Нам очень интересно вас услышать. Господа, ну что ж, для начала, ликбез, все-таки, что собой сейчас представляют компьютерные игры? Потому что, тем более, все-таки старше поколение с пор думают, что это только Super Mario, к примеру. А давно ведь они уже очень сильно развеялись. Я даже не о компьютерной самой графике. Я в плане именно разнообразия. Ну, начну я. Сам киберспорт появился. Это явление относительно новое. Появилось оно в 1978 году прошлого века. В рамках киберспорта, на самом деле, ну и вообще в целом спорта, это достаточно новое. Потому что мы знаем, что даже те же Олимпийские игры сейчас сколько лет проходило, прежде чем эти виды входили в этот перечень Олимпийских игр. Поэтому в этом амплуа, то действительно это новое. Об этом еще вопрос поговорим. Все-таки еще раз. Какие игры сейчас популярны вообще? Вот в первую очередь. Потому что игр ведь много, они самые разные. Вообще сейчас очень много разных жанров. И, наверное, сейчас самый популярный это Battle Royale, то есть режим королевской игры. И сразу телезрителям рассказывать, в чем суть игры. Ну, грубо говоря... Но, получается, есть три жанра игры. То есть они не были сначала дисциплинами. Это были игры, которые позже стали дисциплинами из-за того, что они приобрели соревновательный характер и массовость. А что это называется дисциплинами? Ну, это игры, но не игры, которые... В самих играх есть определенные жанры. Дота 2. Что такое Дота? Дота 2 это игра. От создателей Valve. И у нее есть жанр моба. Что это значит? Ну, это когда... Многопользовательская онлайн игра. Есть жанр... Что надо делать игроку? Есть на каком-то танке? Не знаю, там бежать куда-то стрелять? Он управляет определенным персонажем. Играя, соответственно, в команде. Их 5 человек в команде. Друг напротив друга, соответственно. И они должны, грубо говоря... Представим, что это война, да? И вы должны захватить чужой замок. Предположим, да? Понятно, сражаются. Сражаются. Поняли. Еще какие направления популярные? Есть еще Battle Royale. Это дисциплина. Называется PUBG. Игра PUBG. И есть жанр Battle Royale. То есть ты падаешь на определенные локации. Место, вы имеете в виду? Да, место. Точку. Точку. И каждый сражается сам за себя. То есть через какой-то определенный промежуток времени локация сужается. Место. Место сужается. Просто вообще, знаете, слово локация, оно переводится как размещение распределения, размещение предметов. А еще сдача в аренду. И больше никаких значений в слове нет. Место. Место. Оно сужается, и те, кто находятся за пределами этого круга, они выпадают. Они просто выпадают из игры. Вот вся суть. Скажите, а вот эти сейчас тоже на устах игры, как всевозможная бронетехника, мир танков, или, к примеру, где надо играть в какую-то спортивную игру, то есть футбол, вот это, фифа и так далее. Это тоже по ним проводится, но они не популярны. Да, да, да. Это тоже сейчас считается официальным кидром. Просто, например, если мы говорим про те же танки World of Tanks, то у них, конечно же, популярность меньше. В нашей стране, конечно, она выше, но если сравнить там, да, с остальными странами, то не настолько популярна, как та же Dota. Если провести сейчас даже статистические какие-то данные, Dota 2 вообще во всем мире, в принципе, в СНГ и России, в том числе, является самой популярной. Dota — это стрелялка, по-моему, или что? Нет, это вот то, что мы рассказывали, где происходит сражение, грубо говоря, за поле. А, сражение на холодном оружии. Сражение на холодном оружии. Нет, там это мифические персонажи, грубо говоря. Вы выбираете там, да, 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 и так далее. Вот, пояснять, то есть это мир фэнтези? Да. Да, можно сказать так, да. То есть использование холодного оружия вкупе с какими-то волшебными средствами. Кольцо власти, да, вот, например. Там, на самом деле, можно долго объяснять по поводу, просто если простыми словами объяснить, да. А вот эти стратегические игры, где там пользователь, он правитель какого-то государства, ему нужно туда двинуть армию, построить город, снести город. Это слишком долго, это не пользуется популярностью. Вы представляете, сколько времени? Средняя продолжительность игры. Я, опять-таки, не играл, поэтому... Ну, если про статистические данные, средняя продолжительность игры для зрителя 30 минут. Вот он может усидеть и смотреть 30 минут. Та, которая в киберспорте. Да. Прокатит, что называется. А вот такие игры, это, например, герои Меча и Магии, да. У них там 12 часов может идти просто. Ну, это андеграундная система, это как пошаговая стратегия. Сначала ходит один игрок, потом, ну, это как шахматы, потом ходит другой игрок. Это очень долго, очень нудно, и смотреться, это практически невозможно. Это просто, да, нерентабельно с точки зрения шоу, опять же, да, что показывать зрителю. Ну, и, конечно же, с точки зрения проведения тех же соревнований, потому что это будет достаточно затратно, и даже сами игрокам будет тяжело, да, находиться в таком вот режиме, в принципе, постоянно. Понятно. Господа педагоги, что вы можете сказать о молодежи? Действительно, вот, из вашего наблюдения вы общаетесь в силу своей профессии постоянно с подрастающим поколением. Действительно ли так много играют? Я хочу задать вопрос Владимиру. Скажи, пожалуйста, для того, чтобы достичь успехов в киберспорте, сколько нужно времени проводить в день, ну, за компьютером? Я думаю, как обычно на обучающий день, от 6 до 8 часов. От 6 до 8 часов. А долго надо учиться? Зависит от навыков самого человека. Хорошо, а теперь представим, что... Ну, все-таки, извините, я все-таки, мне интересно... Я понимаю, все зависит от навыков. В нашей жизни, вот, Ирина Владимировна добилась должности директора школы, потому что у нее навыки, были бы плохие навыки и так далее, плюс трудолюбие, я думаю, она была бы, я не знаю даже, кем, наверное, бы ушла из этой профессии, правильно ли? Ну, да, скорее всего. Поэтому в данном случае все-таки в среднем сколько? Восемь часов. Нет, сколько надо учиться? Вот Ирина Владимировна училась в педагогическом институте, и так далее, 4-5 лет, да? У каждого человека свой проходной порог, он разный. Я понимаю, что разный. И разные дисциплины. Вот Ирина Владимировна могла остаться на должности обычного педагога, а стала директор школы, тут, например. Усреднить, 3 года. 3 года. 3 года по 6-8 часов. Ну, это зависит от дисциплины. Естественно, понятно. То есть есть дисциплины, которые, например, не требуют такой затраты. Сами по себе. Ну, это не недельный курс, что называется. Нет. Однозначно нет, потому что все равно большинство игр, они требуют именно стратегического размышления, изучения всего геймплея. А если мы скажем про ту же доту, там, извините, 109 героев или больше, да? Ну, из того, что мы объяснили, пока что поняли, что это какая-то игра фэнтези. То есть это не происходит в любви за 5-10 минут. Ну, то есть опять та же история, что, да, говоря уж о фэнтези-толке, надо читать довольно долго, чтобы изучить, кто там мак, а кто там орки и так далее. Господа, мои вот коллеги покажут, что у нас реклама, а потом мы непременно продолжим. Дорогие телезрители, мы говорим сегодня о компьютерных играх, о соревнованиях по ним. Звоните по телефону 3190 после рекламы. Это буквально несколько минут. Не переключайтесь. Дорогие телезрители, мы снова в прямом эфире обсуждаем компьютерные игры. Стоит ли вводить эти дисциплины обучения компьютерным играм в школах в виде обязательного предмета или факультатива. Итак, господа, продолжаем. Все-таки хорошо мы выяснили, по каким компьютерным играм, что какие, во-первых, бывают, по каким проводить соревнованиям, по каким нет и по каким причинам, понятно. То есть они должны проходить довольно сжато и кратко. То есть компьютерную игру, если она идет 2, 3, 5, 8, 12 часов, смысла нет проводить по ней соревнования. Господа педагоги, я все-таки задал вопрос еще раз. Популярно среди молодежи? Вы среди учеников часто видите, когда они играют? Популярно, конечно. Очень. Да, вы согласны, что это очень популярная вещь сейчас? Популярно. Ну и, к сожалению, это является проблемой. Почему? Ну, потому что, вот, я уже задала вопрос, вот, как бы мы, ну, так, затерли его. Ну да, мы начали, да, с какого возраста, да, с какого возраста надо начать для того, что это... И мы уже тогда выяснили, что нужно учиться долго, что это не за... Нет, долго одно, а с какого возраста оно начинается. Вот 14 лет, а теперь представим, в 14 лет, если человек учится в школе, у которого как минимум 33 урока в неделю есть, плюс домашние задания, плюс, ну, понятно, что должны быть какие-то кружки, ну, пусть даже без этих кружков. Да, они, наверное, это вариативно. Он не сможет столько времени посвящать этим играм для того, чтобы достичь какого-то успеха, как бы они ни учили логики, стратегии, всему остальному прочему. Соответственно, у ребенка появляется раздраженность, неудовлетворенность тем, что он не достигает полученного результата в этих же играх. Начнем с этого. Дальше. Бесплатно ли? Здесь на самом деле стоит другой вопрос. Я согласна абсолютно с тем, что это может стать такой некой психологической проблемой для ребенка, потому что все равно подросток, он более импульсивно воспринимает любую неудачу. Это понятно. Мне сразу вопрос. Когда вот ваши, я так понимаю, знакомые находят все-таки вот это самое время? После работы. После работы. Нет, мы говорим, вот если человек учится сначала в школе, потом в универе. Коцар, это после учебы. У меня сам. Многие дети, они действительно ночью проводят это время, потом приходят не выспавшись. Это уже другой вопрос. Как другой? Это все одно из другого следует. Я хочу другое сказать, что действительно есть такая проблема по нереализованию, но здесь встает вопрос о второй, не менее важной проблеме, что нету просто людей, которые могли бы это правильно преподавать. Потому что если все-таки мы ребенка будем правильно обучать, и будет это именно факультативом, и он будет этим заниматься. Потому что когда, извините меня, конечно, ребенок обучается всему самостоятельно, он это намного дольше изучает. Может быть, на ваш взгляд, вы анализировали, сколько тогда времени человеку, если будут профессиональные педагоги, надо будет преподавать эту дисциплину? В день? Два-три часа в день достаточно. Каждый день? Да. К самим? Пусть два, пусть два, допустим. Господа педагоги, опять-таки, найдется два часа? Нет, конечно. Почему? Первый – это СанПин, который разрешает даже в рамках одного урока использовать 20 минут подряд времени с мультимедиа, оборудованием, с компьютером и так далее. Не более по СанПину. Почему? Сразу посещали зрителям, кто не сидит перед камерой, что произойдет, если два часа? Да, изойдет что? Первое – это напряжение зрения происходит, начинаются головные боли у ребенка, сажается зрение. Второе – это осанка. Третье – для того, чтобы играть, это наушники, это слух. И у нас даже элементарно без наушников, без всего, просто, допустим, включая мультимедийную установку, которую на экране они должны смотреть, четкое ограничение времени – 20-25 минут. Я вам больше скажу, даже на уроке информатики мы не можем 45 минут только сидеть за компьютером. Это СанПин. Обоснованный, на ваш взгляд, самое главное. Конечно, конечно. И не какие-то замшелы 55-го года нормы, а это обоснованные. Господа, парируйте. Но к самим факультативам, которые сейчас преподносятся от Министерства образования, я сам, на самом деле, отношусь, ну, больше негативно, чем нейтрально, объясню почему. Все, что они включили туда, это, что люди будут играть. То есть, и все их… А на самом деле, как должно быть выглядеть два часа преподавания, на ваш взгляд? Оно не должно выглядеть именно как то, чтобы человек сидел именно за компьютером. Это должно быть разбор определенных стратегий. То есть, разбор с педагогом. Конечно, конечно. Это не разговор должен быть face-to-face с компьютером, а именно разговор с педагогом. То есть, компетентный педагог, который разбирается в этих дисциплинах, в этом киберспорте, должен сам хоть как-то… Более того, здесь, опять же, если мы обратимся к тому же программированию информатики, да, мы, соответственно, можем разбирать каждую компьютерную игру вместе с педагогом, да, на определенные составляющие. Его геймплей, как он составлялся, грубо говоря, это же тоже нужно понимать человеку, игроку. То есть, Настя хочет сказать… Потому что, понимая геймплей, как создана вот эта игра, ребенок сможет, соответственно, играть более уверенно и правильно. Понятно. Светлана Леонидовна… Вы сейчас сказали, что, чтобы научить, нужно 3-4 часа в день. Ну, хоро, пусть 2, минимум… Пусть 2, пусть 2, пусть 2, пусть 2, пусть 2… Даже час в день. У нас максимальная нагрузка 32-34 часа в неделю. А если форме факультатива… То есть, мы не можем больше… Даже форме факультатива, тогда нам придется убрать факультативы по всем абсолютно предметам и оставить только киберспорт. Теперь, преподаватели. Кто будет вести это? Вот это да. Это большая проблема, потому что сейчас действительно в России не так много профессионалов. Мы даже на город, если… Грубо говоря, сколько у нас школ в Тверинах примерно? 50-х. И вот однозначно мы на Тверь не найдем, да, в каждую школу преподавателя на этот факультатив. А это областной центр. Да. А если мы возьмем любой город? Да. То есть, тут однозначно, да, есть вот эта проблема с кадрами. Потому что это все равно должен быть игрок профессиональный, по-любому, потому что обычный человек не объяснит. Но самое даже не с кадрами сейчас. Да, кадр допустим, нашли, научили. Я говорю тебе, приходи ко мне, пожалуйста, я тебе дам площадку, факультатив преподавай. Когда ты придешь и увидишь, наши компьютеры, у тебя желание отпадет. Вот, вот. Это же следующая история, которая требует огромных вложений. Это же должно быть... Выясните телезрители, которые не играют, попросту говоря, что эти компьютеры, что называется, не тянут. Не тянут. Не тянут. Слишком сложные ваши игры для тех компьютеров, которые в школах находятся. Конечно, конечно. Мало того, я вам больше скажу, интернет даже не соответствует тем нормам, которые бы потянули эти игры. Даже, вот я говорю, пожалуйста, приходи. Ну, для этого надо сначала закупить полный класс, провести интернет, оборудование. Это на каждой просто, ну, допустим, на среднюю школу. Это где-то надо вложиться, ну, под миллион для того, чтобы где такие деньги найдут, хоть министерство какое-то. Может быть, спонсоры найдутся. Найдутся, пожалуйста, милости просим. Мы составим даже так, что и ребята будут ходить. И с промежутками по СанПИНу. А вы не боитесь, кстати говоря, вот мы все пришли к тому, что среди ребят, которые будут ходить, это популярно, что в итоге, когда, допустим, в факультете, мы не будем сейчас цеплять программу, вы знаете, это перегружено. У меня сейчас, я вот в шоке была от 33-х часов, потому что когда я учился в школе, даже в старших классах, у нас был проклятый день понедельник, шести уроками, и там было, потому что еще две алгебры подряд. Вот. И все. Господь, беспредел. Это что, сейчас так стали учиться? Это университетский норматив какой-то. Это в неделю. Это в неделю. В неделю нагрузка. Я понимаю, шесть дней. До субботы, шесть на шесть, тридцать шесть раньше было. Вот, ну это ладно, оставим. Факультативы, не боитесь, что все ребята убегут, скажут, я хочу. Нет, конечно. Там скажут, а вот факультатив того-сего, не-не-не, я хочу вот доту. Потому что в том числе эти могут заработать. Нет, во-первых, эта программа, факультативы никогда не запустятся просто так. Допустим, пришли ребята и скажут о том, что, ой, мы хотим научить играть. Конечно, нет. Нет, это программа, которая будет выверяться. И обязательно она должна иметь как воспитательную цель, да, так и познавательную цель должна иметь. Мы должны видеть какой-то результат. Вот, господа педагоги, вы как раз поясните, опять-таки, что значит воспитательная и познавательная цель. Например, это как? Так, ну, например, любая... Ну, в культуре, вот, по географии может быть, примерно. Вполне может быть. Вот, какая там воспитательная и познавательная. Познавательная, ладно, я понимаю, мир, а воспитательная... Санна Леонидовна. Любовь к родине. Первое, самое основное. Почему? Мы начинаем с этого, что мы изучаем территорию родной страны, родного края. С картинки в родном букваре. С родного края, конечно. Хорошо, воспитательная цель, допустим, даже по информатике. Ведь это, в принципе, культура поведения за тем же компьютером. Это тоже воспитательная цель. Они должны четко понимать, сколько они могут. Это культура поведения в сети и так далее. Там много, на самом деле, воспитательных целей, которые в рамках каждого предмета, они есть. Просто сейчас об этом говорить, это, ну, не тема. Я просто хочу, Владимир Владимирович, скажите, если вам сейчас, разработая методический план и так далее, вы смогли преподавать лично вы? Да, да, смогу. Ответьте, пожалуйста, какая воспитательная цель бы могла быть в таком факультативе, ну, предмете, как компьютерные игры? Ну, например, если САНПИН, как вам правильно говорят? Вот вы пришли к Ирине Владимировне, она скажет, ну, какая у тебя воспитательная цель? Я мог бы взять любую игру, абсолютно любую. Давайте, вот она вас слушает, какая у вас воспитательная цель? Она вас даже почти зовет в школу. Я бы взял и интегрировал в эту игру процесс того, что человек может разработать сам. То есть, вот как вы сказали, информатика. Разработать сам что? Программный код, с помощью которого он может потом посмотреть визуально, что он сделал. Это так же в чем? Воспитательная, да. Воспитательная, на самом деле, я бы сказала, именно в другое русло. Какое? Что если придет человек, который будет обучать... Это вы рассказываете? Это они вас принимают в школу? Соответственно, мы сможем просто детей уже приучать к культуре видеоигр. Он не будет к этому относиться, как к чему-то там, да, где он пришел, поразвлекался, в это углубился, в свой фантазии, там, выдуманный, да, вымышленный мир. Отнесется к этому уже более серьезно. Соответственно, влияние на его психику будет не такое, не с такими последствиями. Стаси, я вас прерываю. У нас звонок телезрителя, который тоже серьезно отнесся к нашей программе. Слушаем вас. Здравствуйте. Ну, я смотрю, здесь у нас получается такой больший спор отцов и детей. То есть, молодое поколение вроде как бы и за, чуть постарше вроде как бы и против. Вы знаете, что, ну, вот, допустим, по поводу киберспорта, да, немножко как бы защитить. Раньше, ну, в нашем понимании, кто был такой, ну, не то, что киберспортсмен, а человек, который постоянно сидел за компьютером и играл в компьютерные игры, да. Это был некий такой человек, там, не знаю, килограмм там 150, употребляющий чипсы, какие-нибудь там энергетики и тому подобное, и вот он, не вылазя из-за компьютера, сидел круглые сутки, играл, играл, играл. Кто сейчас такие киберспортсмены и даже просто игроки в киберигры, что FIFA, там, любые там, как правило, это спортивные состоявшиеся люди. У них высшее образование и не одно зачастую. Эти люди, как и, наверное, обычные спортсмены, очень хорошо зарабатывающие. Есть российские команды, там, украинские команды, которые ездят на турниры и получают большие там деньги. Наверное, сравнить, если со спортом, у них недолг век, да, то есть футболист 35, это край, наверное, и думаю, что и киберспортсмен тоже, потому что и реакция медленнее становится, и мышление. Поэтому, наверное, плюсы все-таки, ноу-хау должно какое-то существовать. В учебный процесс вовлекать ли это, ну, я думаю, что только это как-то должно быть плавно. Действительно, вот здесь мне понравилось, сказали, что с использованием предмета информатики, то есть как разработать игру, тем более за компьютерами это будущее. Понятно. Спасибо вам за хорошее такое мнение интересное. Но все-таки, господа, давайте доведем еще раз в чем воспитание. Вы согласны, что есть какой-то воспитательный момент? Ну, культура. Культура видеоигры – это важный момент. Я понял. Господа педагоги, вы согласны? Мне интересно ваше мнение. Мое мнение обывательское, по сути, мне интересно педагог. Вы находите воспитательный момент? У меня вот в этих играх воспитательный момент убивается тем, что ребенок, ребенок, мы говорим сейчас, как он прошел. Конечно, да, когда 30-летний мужик этим занимается, это уличное дело. Когда работает это все, вот то, что ребенок это время проведет не на улице за реальным мячом футбольным, не на воркауте, где он будет подтягиваться и так далее, и здоровье получать. Это устаревшее мнение, уже киберспортсмены давным-давно не проводят все свое время. Мы говорим про детей. Мы не говорим, 20 лет ребенок может понять. Хорошо, я могу сказать так. Если брать сам киберспорт, то я согласен всем, это профессиональная деятельность, мы убиваем огромное количество времени на достижение цели, то есть победы, как и в обычном спорте. Как в любом профессии. Хорошо, это да. Да, но вот вам Ирина Лаев говорит, если говорить о 14-16, ну и даже 18-летних студентах, мы все равно это все еще лучше. Для этого и нужен человек, который будет его обучать, который составит правильную программу. Я могу это назвать специальный тренажер. Когда у тебя есть команда, например, с 3-5 человек, которая пытается победить другую команду из 3-5 человек, там возникают такие вопросы, которых у него, это как в обычном футболе, психологический аспект тот же самый. То есть никто почему-то не обсуждает, все обсуждают киберспорт и деньги, которые крутятся вокруг него, но никто не обсуждает околокиберспортивные вот события. Там есть врачи, там есть психологи, да там менеджеры, организаторы турниров. Почему ребенка не привлечь к этой деятельности? Очень важно психологическое обучение. То есть, например, есть Mail.ru. У Mail.ru есть платформа, если я не ошибаюсь, называется Geekbrains. Там есть у них программа по... Прямо как реклама выглядит. Там есть программа по обучению менеджменту, как именно в киберспорте. То есть, как найти спонсоров, как организовать турнир, как найти, ну вот, вся вот эта вот деятельность. Соответственно, у каждого из них есть свой тренер, который с ними проводит определенные упражнения, чтобы они не просто сидели, да, за какими-то, а не через какое-то время. Я вас услышал, но все равно, по сути, вот вы только сказали, не надо думать про деньгах, но по сути, опять про деньги. Потому что турнир для чего проводится? Это просто заработать деньги. Любой спорт. Получается, вот у меня, знаете, вот вы не знаете, не помните, у нас в советское время было такое, знаете, понятие УПК. То есть, нас обучали профессии. Выделялся реально урок с начала полдня, а с 10 класса к нашей радости. Целый день, когда мы туда не ходили, но тем не менее, он был. И мы должны были ходить, это УПК, это на Спартака была улица, нас обучали профессии. По сути, все равно, вы говорите все равно о том, что это обучение профессии. Организации турнира, тому, всему, всему профессию. Потому что профессию мы все занимаемся, для того, чтобы заработать деньги. А, хорошо, самореализация еще. Но тем не менее, у нас капитализм, человек, волк, поэтому самая все-таки реализация здоровая, но деньги. То есть, вы все-таки сводите к тому, что нужно учить детей зарабатывать, этому киберспорту, как вы его называете, чтобы он зарабатывал, правильно? Нельзя обучать чему-то одному, это должен быть комплекс. Нельзя к этому относиться, как с одной стороны. У нас снова комплекс, телефон, звонок, извините, вас прерываю. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вообще зачем это все нужно? Вот ребенок, допустим, он отучился, отсидел 6-7 уроков, потом он пошел на факультатив по компьютерным играм, и он приходит домой, и он что делает? Он садится и внедряет эти знания, и сидит до ночи, не до уроков, не до прогулок и так далее. Зачем? Многие дети, они просто, ну, как бы не любят это. Зачем им эти компьютерные игры? Это как факультатив имеется в виду. Это если, нет, ну, все-таки человек прав, а если человек любит? Он не знает, мало-то он на факультативе, он тут приходит и... Да, опять же, это проблема того, как это будут преподносить и преподавать. Если будет человек, и стоит перед ним преподаватель, который ему объяснит, что есть определенное там, да, отношение к этим играм, какое оно должно быть, это не должно преподаваться, что пришел ребенок, его просто посадили перед компьютером, объяснили, как играть и как увеличить свои скиллы и навыки, там, да, грубо говоря, он должен ему объяснить это психологически. Это должна быть определенная психологическая подготовка ребенка. Я вас понимаю, Анастасия, вы все верно сказали. Давайте, вы в школе учились? Конечно. Учились. Вам учили педагоги, что уроки прогуливаются вредно и прочее-прочее, и стекла бить, и из рога к стрелять? Ну, вы все равно тем занимались? Как бы вот Ирина Владимировна, я не нагреваю. Я не занималась. Ах, вы девочка. Ну, мы все дети, много чем занимались, чему у нас не учили. Говорят, так делать нельзя. Вы все знали о последствиях, но мы все равно занимались. Это нормально, это ребенок. Ну, извините, а что помешает без этого факультатива? Факультатив хотя бы, он просто увеличивает шанс того, что ребенок будет к этому относиться более дисциплинированно. Возьмем, к примеру, тоже каратэ, драки любые. Ребенок, который просто дерется на улице, или который ходит на каратэ, вот как раз Вова, да, он ходил на каратэ, он выбивал там, на этом факультативе, всю свою дурь. И у него не было желания драться на улице. И всегда даже был момент, мне не так давно, где пришлось применить эти навыки, но я в какой-то момент остановился, потому что я знал, что... Спортивная дисциплинированная. Это спортивная культура, это нормально, что ты, если ты человека положил, все, на этом должно это все закончить. То же самое с компьютерными играми. Что ты поиграл, то есть не надо сидеть по 8-6-8 часов. На ваш взгляд, да, человек так воспитает это в факультативе, что он придет домой, будет учить уроки, географию, математику, писать, помоет маме посуду, половину и так далее. Я не утрирую, я к тому, что... Я хорошо просто посидит и, я не знаю, погуляет, воздух подышит в парке. Я к тому, что женщина выразила опасение, что он потом и придет домой, сядет за компьютер. Оно так и есть на сегодняшний день. Приходят родители... Будет еще просто так, как там еще и объяснят, как лучше, и все, будет еще хуже. Я могу, ну, камень тогда родителям в огород кинуть. Родителям, да. Что, почему, а почему нету родительского контроля? Почему вы не вовлечены в то, что сейчас... Потому что родители на работе тоже играют в игры, разрабатывают стратегии. Тогда на факультативы пусть не только дети приходят. Дурной пример. Тогда на факультативы к нам приходят пусть не только дети, но и их родители. Давай так, пошел ребенок в футбольную секцию. Его научили ногой отбивать мяч. Что он приходит домой делает? Мам, купи мяч или пап, купи мяч. Он тут же идет на улицу или дома, он будет без конца чеканить этот мяч. Потому что ему надо тренеру отработать и все прочее. А что плохого, если ему это нравится? Если он действительно к этому серьезно отнесся и пошел этим заниматься? Конечно, это здорово. Но к этому я вам говорю, что во время футбола... Я привела просто пример. Это физическая нагрузка, это человек на улице, это и так далее и все прочее. Если на улице. А совмещать не капец? Одновременно? Возможно, но... Дети подросткового возраста, 8-9 класс, они не будут, как вы говорите, вас слушать и тут же приходить дисциплинированно делать уроки и все остальное. Я согласен с этим. Получив на факультативе знания свои, они приходят домой, садятся за компьютер. Потому что им это интересно. И как сейчас сказали, им это интересно. Они уходят туда, никаких уроков и ничего остального. Что игра, это интересно, а работать или учиться, это ты должен. И это очень-очень большая проблема. Как только у нас появится то, что учиться, это тоже интересно, можно же интегрировать те же игры в обычную. В алгебру, в геометру. Это все можно интегрировать сейчас. Но тут другой вопрос, что нет денег на оборудование. Оборудование. Это я понимаю. Оборудование, да. Давайте не будем брать вот эту теорию. Мы говорим о том, допустим, найдут, выделят Ирине Владимировне. Допустим, это все понятно. Найдут, допустим, сразу. Может, обсудили педагогу. Воспитают. Вот сейчас за 4 года на педфаке ведут дисциплину. Воспитают. Но мы к тому, что в целом у нас суть разговора стоит или не стоит. Про, от, контра. Вот. То есть, допустим, все это нашли. Опустим эти моменты. А то будем, как сейчас про МРТ в наших больницах, аппарат купили, а он не работает, потому что напряжения такого нет. Вот. Все-таки. То есть, еще раз резюмирую. Опять-таки, вам педагоги оппонируют тем, что, назову вещи своими именами, ребенок и так за компом проводит время. А тут еще и на факультативы добавим. Вот их что напрягает. На которые они однозначно пойдут. Потому что это... А зачем идти на баскетбол, когда игры интереснее все равно дома? Это однозначно. Вот что и вот женщина, мама напрягает, что он и так с ним сидит. А еще мы ему скажем, давай на факультатив. То есть, опять-таки, они к чему, что сидение за компьютером, это хорошо, с точки зрения здоровья. Мы не будем там стратегия, мышление, реакции и так далее. С точки зрения здоровья, это не самое полезное. Знаешь, когда же вот сидение за стулом? Да, согласен. А заниматься спортом, это что, так прям полезно? Я понимаю. Колени мы портим. Травмы так далее, да. Я занималась танцами профессионально. И у меня просто сейчас в 25 лет проблема, что у меня на ноге хрустят банально суставы. Просто потому что я их стер. Я знаю. Но давайте сразу тоже уберем такой момент, или как опять, или на основу возвращались к профессии, что мы все знаем, что профессиональный спорт калечит. Но физкультура в школе или игра в футбол во дворе, это не профессиональный спорт. Там тоже могут быть травмы, но они ровно такие же, как бы вышли на голове и поскользнулись. Это другая вещь. Вы профессионально занимались, я согласен, это калечит. Если бы сейчас вы занимались каратэ и дальше, у вас тоже была бы куча травмская. У него и так есть. Да, да. Каратэ тем более контактный вид спорта, как у нас в Европе, в угробе ледовида спорта было бы искусство приличное. Вот, это ладно. Хорошо. Но педагоги говорят, что ребенок мог... Это не самое полезное времяпрепровождение. Сидя вот за компьютером. А их вот это напрягает. Зрение. Вы согласны, что зрение портится? Согласна. А сам зрение портится? Что делать? Дополнять. Дополнять. Чем? Физическими нагрузками. Физкультуру же никто не заставляет замещать факультативом по компьютерному... Нет, я, кстати, тот мысок для защиты педагогов. Физкультура восполняет недостаток физической активности. Верно, я понимаю. Потому что если детей не заставляют физрой заниматься, вообще, собственно, всех нас взрослых, мы окончательно либо зажиреем и так далее. Да, физкультура, она восполняет. Возьмем человека, который уже работает, например, да? Ему сложно выделить время, на самом деле, банально, на себя просто сходить в тот же, я не знаю, фитнес-центр, да? И банально час потратить на себя в неделю, хотя... Конечно, у него то, что будет в доту резаться, ему тоже интересно сказать. Все-таки, господа педагоги, опять возвращаясь, давайте говорим все правду о школьниках. Мы не будем взрослых трогать. Это лично, еще раз говорю, дело каждого, чем заниматься, играть или еще что-то. Все-таки, видите, как бы... Так, потому что любого человека все равно нужно заставлять заниматься физическими упражнениями, если у него нет внутренней любви к этому. Да, да, но я говорю, педагогов беспокоит то, что и так дети, собственно, реально и на уроке сидят. Уроки физры не берем два раза в неделю, вот, и так далее. А мы им предлагаем факультатив, где они будут сидеть, портить зрение, вы сами признаете, что это портит зрение. Да, все портит зрение. Не все, чтение книг так зрение не портит. Телефоны это мы не будем трогать, это все понятно, это не будем это трогать. Вот, но тем не менее, то есть педагоги, верно я понимаю, выражаются, как бы опасаются, что мы добавляем факультатив такой, который, как бы, еще больше испортит здоровье школьникам. Вы согласны? С тем, что это испортит здоровье? Ну, зависит, во-первых, от того, насколько... Что этот факультатив не самый полезный для здоровья. Вы сказали, время мы определили, два часа и так далее, все. Ну, по факту, все равно оно будет вредить. Тут от этого никуда не будет. То есть, если школьник два часа погуляет в парке, просто так... Ну, извините, сидеть за партой тоже по шесть часов, это ни капли не полезно. Это неизбежный процесс обучения. Лучше парт пока ничего не придумали. Можете через 10 парт отменить. Не спорят. Вот, кстати, походу, мне очень нравится формулировка неизбежный процесс обучения. Когда появилось явление, ну, само явление киберспорта, она у нас появилась как официально в 2001 году, если же. 21 августа 2001 года его признали на уровне, ну, министерства уже спорта. Ну, то есть, не пустил став, регламент. Нет, я хочу по этому поводу сейчас сказать. Потом его отменили в 2006. А потом опять признали. А потом опять признали. Ну, понимаете, господа, у нас сейчас наши... Нет, я объясню, почему у нас... ...дума и Федеральный правитель производит много чего. Они сейчас ввели закон об оскорблении величества. Они ввели закон об оскорблении чувств верующих. Вы понимаете, чувство верующих, такая вещь, это все что угодно, можно сказать. Он мой микрофон оскорбил. Вот, мы не будем трогать деяния нашего парламента. Они много чего могут сейчас признать. Я к чему это говорю. Явление появилось довольно давно, никто его не изучал, ни положительные, ни отрицательные... Изучать надо. ...ни положительные, ни отрицательные стороны. Можно было это предотвратить. А у нас как из огня в пламя. То есть, ой, что-то киберспорт, что-то популярное, деньги есть, факультативы. Для начала, Министерство образования, спросите у педагогов, они смогут тянуть, ну, вот эти часы смогут тянуть или нет. Педагоги объясняют, вы понимаете, у нас вот есть СанПио, нам вот то-то, то-то, то-то говорит. А это уже вопрос того, что получается, что нужно делать директору школы, да? Ему нужно найти, получается, привлечь каким-то образом молодого специалиста, который в киберспорте разбирается, который захочет с этим медицином. Мы это разбили, найдут. А готов молодой специалист факультатив вести, который стоит, я вам так на секундочку скажу. Любой урок, педагог, да, 102 рубля, минус налог. Готов молодой специалист за эти деньги урок проводить? Другой вопрос. Вот это еще, Борис, это основной вопрос. А вы хотите средний возраст учителей информатики где-то в районе 55 лет? Именно по этой причине, именно по этой причине популярен киберспорт. Потому что у человека нету, того социальный лифт совершенно другой. Если обычно мне дают, отучиться в школе, отучиться в университете. Я уже аспирантуру 9 лет, уже с ума сошел, по-честному. А он тут просто купил себе компьютер, родители ему купили компьютер, и он может этот социальный лифт преодолеть в виртуальном пространстве и зарабатывать реальные деньги. Именно по этой причине. А вот если бы зарплата была у юристов другая, у преподавателей другая, может быть тогда человек бы... То есть я пришел, ему объяснил, что вот смотри, тут-тут-тут, есть конкурентная борьба, все очень сложно, так же как в обычной жизни. И тут-тут-тут преподаватель говорит, юристам учиться тяжело, и этим врачам это вообще тяжело учиться. Но зарплата такая-то и такая-то. И он бы с нее подумал уже сам, что ему интереснее. Но это же в сознательном возрасте, говорю, там, то есть не в 14. Они в 8-м, в 9-м классе. То есть я бы тоже, на самом деле, в 14 лет, то есть я бы ввозил это в 10-м, либо в 11-м классе, но там идет подготовка, как я понимаю, к экзаменам, не до экзаменам. Тогда это можно вести в дисциплину, как в университете. Я бы вел там, например, просто я бы не открывал там в целом факультет, вел бы направление, например, киберспортивное журналисты. Открыть курс просто и по желанию. Пожалуйста, да, поступайте туда, те, кто увлекается и так далее. То есть когда кидает на курсы... Ну вот мы договорились, слава богу, что в школе... Здесь уже и психика готова, да, у взрослого человека. Хорошо, можно было бы это преподавать просто не как конкретно профессиональный спор. Анастасия, у вас сегодня карма, когда вы говорите, нам звонят. Опять телефонный звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я внимательно смотрю вашу передачу, и все-таки я на стороне педагогов. Почему объясню? Есть правила, которые установлены в тот мир. Есть расписание уроков, которые должны соблюдать зам директора. Там почасовая раскраска идет предметов. Например, алгебра и физкультура, какое-то совмещение. Но я одно только беру. Далее. У детей есть факультативы, есть дополнительные занятия, как кружки. Дети должны пообедать и еще должны отдохнуть. Плюс к этому домашние задания. Если раньше давали два с половиной часа, то сейчас по новому закону, только придумал, полтора часа. Попробуй сделать за эти полтора часа физику, математику, русский язык, написать сочинение. Это я полностью на стороне уважаемых педагогов. Спасибо вам за ваше мнение. Дамы как раз начали какой-то компромисс приходить. Здесь вопрос встает о том, что это факультатив. Никто же не заставляет, помимо основных факультативов, потом еще идти на факультатив по киберспортивным дисциплинам. Это же необязательный урок. То есть тут по поводу времени, сколько это будет затрачено, это не совсем правильно. Вы знаете, все факультативы. Нашлось бы элементарно. Сколько ребенка должен на обычной факультативе за раз в неделю ходить? Не важно по какому примеру. География, история. Сколько? Два раза в неделю, три. Он сам выбирает. Сейчас понятия факультатива как такового нет. У нас есть элективные курсы, есть предпрофессиональная подготовка, есть доп. образование, внеурочная деятельность, которую мы представляем. Кружковая деятельность и так далее. Да, да, да. Ребенок сам выбирает для себя вместе с родителями. По факту, сколько раз дадут для факультатива ребенок ходить? По факту факультативы, ну, допустим, у нас старший класс, начиная, скажем, с девятого класса, дети выбирают четыре, это точно. Четыре, это помимо кружков. То есть это предметные, которые минимально четыре. Владимир, у вас пришла карма от Анастасии, у нас снова звонок, вынуждена вас прервать. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот скажите, вот касаемо, у нас вот, по-моему, из огня до в полумя, потому что то православие в школе водить. Мы даже, когда у меня сын учился в школе, мы даже голосовали этику или православие. В итоге ни того и ни другого нам не дали. А что касается факультативов, то почему бы не ввести, допустим, факультатив в компьютерные грамоты, то есть более углубленные, чем информатика, но, как бы, я понимаю, что есть какая-то культура игры, да, вы говорите, вот, но почему обязательно это должна быть игра? Мы как раз и говорим о том, что это не должна быть только игра. Это должно быть... Спасибо за звонок. Светлана Леонидовна, парируйте. Вот говорят, учите вы детей информатики, а грамотности-то нет. Грамотности нет. Вот сейчас как раз я об этом думала, сидела. Смотрите, у нас на информатику в каждом классе, в каждой параллели, дается один час в неделю. Факультатив у вас, если будет, тоже будет один час в неделю. Вы сможете преподать ребенку за один час в неделю? Сколько вам времени надо? Почему? За один час в неделю не сможете? Если мы все-таки говорим, это как факультатив, они все-таки, что мы, грубо говоря, открыли кружок полноценный. Они, вот опять, да, это не профессиональное обучение, это факультатив. Да, то есть к этому не нужно относиться прям... Нет, вы можете за час в неделю научить ребенку, ребенка чему-то. Ну, все-таки он же будет ходить не час за год, а за неделю. Нет, час в неделю, я объясняю. И вы сможете ему какие-то основы дать. Вот, допустим, по информатике мы не можем ребенку дать все в том объеме, в котором мы должны, потому что нехватка времени. А комбинарная грамотность тоже, в том числе, поэтому, да, вот вам женщина сказала. Ну, конечно, она входит сюда. Нам детей нужно хотя бы научить, что делать? Работать в офисных документах, в Орде, в Экселе, то, что им необходимо. Делать презентации, да, в Пойпонте. То есть это они должны уметь и использовать потом в жизни. Ну, кстати, это относится к компьютерной грамотности, поэтому я, в принципе, не понимаю, почему. Элементы моделирования в девятом классе, они уже начинают изучать какие-то азы программирования, языки программирования, знакомятся. Вы учились, вы знаете тоже, да, это у вас все было. Программа у нас, в принципе, примерно одинаковая осталась. И как развлечение у нас, кстати, есть кружок, например, робототехники, в которой ребята просто ходят, но там тоже минимальные программы. Ну, по времени это очень мало. И вам это будет мало. Ну, просто дело в том, что почему я все-таки за то, чтобы действительно в школах вводили изучение киберспортивных дисциплин, я не за то, чтобы их вводили, как именно посадить человека и играть. Я за то, чтобы его обучить культуре компьютерных игр и этих киберспортивных дисциплин. Потому что сейчас действительно есть большая проблема психологической зависимости от компьютерных игр. Потому что нет культуры. Нет культуры. Реально. То есть ребенку не объясняют, что это такое, как это сделано, почему это сделано. Например, почему вообще так подсаживают, скажем, на иглу компьютерные игры? Потому что есть определенные психологические крючки, которыми пользуются разработчики. Есть определенная философия этих компьютерных игр, которая потом переходит в те же медиа, которыми пользуются журналисты. И еще больше, соответственно, они заманивают и привлекают эту аудиторию к киберспорту. А если будет человек и преподаватель, который сможет все разложить по полочкам, что есть что, как это происходит, почему, а вот вы можете сделать так, а вот вы можете пойти туда и сделать то, ребенок будет относиться к этому уже серьезней. Он будет понимать вообще составляющие. Это должен быть, я считаю, вообще другой предмет. Не киберспорт, а именно культура, поведение. Видео или грамотный. Компьютерная грамотность, которая включает конкурсы. Вот, например, у нас любят же, но в Вене, брать из гнивающего Запада, что в Норвегии и в Швеции уже есть факультативы в школах. Ну, есть уже по киберспорту. Я не помню. Но у них преподается философия компьютерных игр. Вот это другое. Это другое. Мы, если бы рассматривали этот аспект, по-другому бы обсуждали. Это опять же проблема того, что правительство ввело, но не ввело. Ну, это идея сразу же. Это проект, да? Да, хорошо. А вас всех не послушали, как тех, кто интересует и исследует, так и непосредственно педагогов. Не в этом дело. Они, скажем так, вот эту идею разработали, но мы просто прекрасно понимаем, особенно зная, что у нас сейчас есть вот эта федерация компьютерного спорта, мы прекрасно знаем, кто там сидит, какие люди, которые вообще, в принципе, не знают, что такое компьютерные игры, по-честному. Потому что там прям... Так потому его и сделали спортом, потому что это возможность присосаться к государственным финансированию. Понимаете, это как раз вот мы к этому подходим. Программа просто подходит к концу. Понимаете, лично мое мнение, что это сделали спортом, не потому что любят Доту вашу или там, как там у вас, Ройл и так далее. Просто это возможность получить государственное финансирование хорошее. И только из-за этого, я не удивлюсь, если сейчас появятся люди, которые пролоббируют, допустим, что покер будет вид спорта, это тоже госфинансирование сразу. Федерация, понимаете, офис в Москве где-нибудь и так далее. Не-не-не, слушайте, у покер зарабатывает практически столько же, сколько и киберспорт, но спортом его не ввели. Правильно. Но ведут. Это дело времени. Да, если будут лоббисты. По поводу спорта и киберспорта, я тут встану на защиту самих людей, которые играют в игры, которые смотрят киберспорт. Не они сами назвали себя спортсменами. Это очень важный вопрос. Если относиться к нему как с точки зрения постсоветского пространства, то киберспорт это не спорт, потому что там нет физических упражнений. Я вас перебью, дело, сразу говорю, не в постсоветскости, и в советское время, и в досоветское, и в времена, собственно говоря, древней Греции. Терменология. Спорт, нет, понятие. Спорт это то, что и только физическая активность. Нет, нет. Соревнования. Мне просто, еще раз говорю, по вашей логике, соревнования в США, которые очень популярны по поеданию гамбургеров, это спорт. Соревнования. Там нужно сноровка и ловкость. Сейчас спорт носит формальный характер. Нет, подождите, еще раз говорю, по вашей логике, раз проводят соревнования, это спорт. Это вот. Правильно? Здесь, понимаете, здесь нету именно составляющей борьбы. Как это идет борьба? Подождите, а у вас какая борьба? Собрать гамбургера, ты не... Да, опередить, опередить, ловкость. Опередить, конечно. Опередить, в этом суть, понимаете? Опередить. Вы также опережаете, так далее. Хорошо, керлинг. Средственные, там есть что-то вообще? Хорошо, всем преподношу один и тот же вид спорта. Керлинг-спорт? Керлинг 50 на 50. Хотя, с точки зрения спортивной активности, он намного больше, чем дота ваша. Там ребята суетятся и бедятся. Хорошо, приведем пример. В Германии проводили исследования по поводу физической активности. Они просто, естественно, понавершили разных датчиков на игроков в доту. Так вот, у них пульс, давление и все физические показатели были сравнимы с... Как она, легкая атлетика, бег? Я понял, вы знаете, если человек будет пить коньяк галлонами, то будет пульс давления... Еще раз говорю, поймите, спорт это то, что физическая активность быстрее, выше, сильнее. Если просто соревнования, как вот покер, проводятся, проводятся турниры, деньги, деньги, но это не спорт. Хорошо, спорт... А там думают сами, знаете, ох, как надо в покере. Ну, мышцы-то атрофируются. Как бы вы даже стратегию не развивали, сидит... Конечно. Кемпе-спортсмены, они все сейчас поиграли, встали, в заниматься. Не-не-не, мы о взрослых не говорим. Да, нет, подожди, учитель географии тоже... Смотрите, кто сейчас вот этот... Учитель географии тоже встал и побегал в спортивную заниматься. 16, что ли? Начал во сколько Рамзе сыграть? 16, наверное. И как вы думаете, он диссертацию напишет, например, как Владимир? А ему и не надо. Ну, я могу взять... Ему и не надо, он правильно, он деньги и так зарабатывает. Я могу взять любого профессионального спортсмена, который двух слов не свяжет. Это другой вопрос. Господа, у нас эфир подходит к концу. Я все-таки рад, что в конце вы нашли какие-то взаимодействия, что действительно можно. И это даже может помочь как раз человеку научиться не зависать в компьютере постоянно. Что если это на профессиональную основу поставить, то можно. Подробнее назвать. Ну, скорее это можно назвать уже учение, да, обучение компьютерной грамотности и так далее. Но можно и стоит, потому что действительно такая проблема есть, как дети зависают просто в компьютере. А вот, насколько я вас понял, если вот эта грамота подвести, педагогическую основу, этого можно как раз и избежать. Введение в виде факультатива. Севергенные процессы. Да. И молодых педагогов найти из волонтеров. Конечно. Потому что за такие идеи, которые работают в школах. Ну, я думаю, Владимир, он согласится. Владимир уже не согласился. Владимир, оформит, согласится. Дорогие телезрители, мы обсуждали сегодня вариант того, что стоит или нет в школах вводить обучение компьютерным играм, вообще философии, правильному поведению за компьютером. И пришли к кому-то, знаете, такому консенсу, что стоит, если грамотно над этим поработать, а не просто так с плеча кинуть такую идею. Спасибо большое, господа, что нашли время принять участие в эфире. Мы, наверняка, эту тему еще обсудим, приглашаю. Так что еще раз, дорогие телезрители, до новых встреч. И все пусть у вас будет в меру. И занятия спортом, и занятия у компьютера, ну и, самое главное, остальные другие занятия. До свидания.